ok снова привет дорогие друзья на канале jigger drink я и лена продолжаем пить и продолжаем разговор и продолжая тему зимних напитков у нас снова в гостях порта и это очень необычный порт а от компании который уже в шестнадцатом году исполнилось 200 лет называется это кинта до инфантадо и кинта по-португальски означает примерно то же самое что во франции означает шато то есть вино сделанное от и до здесь даже написано что она бутилирована на хозяйстве и стоит боталет по-английски написано и это продукт single кинта то есть только собственные виноградники сами делают вино сами выдерживают сами его бутилируют и все это происходит непосредственно на кинта то есть на хозяйстве то есть это полный аналог французского шато чем еще интересно кинта инфантада дело в том что это семейное винодельное начиная с конца 19 века принадлежит семье разы рай сейчас и управляют брат сестрой джао и его сестра кэтрин вот он главный винодел а она руководитель компании что очень не характерно вот и что нужно еще знать про кинта инфантадо дело в том что это хозяйство делает очень интересный стиль порта несмотря на то что перед нами просто всего лишь казалось бы руби надо отметить одну вещь что компания производит портвейны с очень необычной стилистикой по содержанию сахара что отражено этикетки на этикете написано medium dry полусухой но в порта полусухой чтобы было понятно стандартное содержание сахара в порту это 90 грамм сахара на литр полусухим считается стиль где с 60 грамм сахара на что это дает это дает возможность аромату и вкусу раскрыться больше и сахар чтобы меньше застилал аромат вкус во рту окей руби доходится компания собственно виноградники в местечке пинхау это такое место где растут одни из лучших виноградников порта в долине дуора в порту правильно правильный сказать не форта в долине реки дуора потому что порта это место по названию которого получили название эти вины на самом деле там нет для но виноградника и вина там вообще не делают все вино техническую часть выдержку и розыск по бутылкам большей степени осуществляет в городе вилла новодигая который ходится находится в вглубь полуострова а долина реки дуора находится еще дальше то есть и такие производителя каким-то инфантада который непосредственно в долине реки дуора производят разливает свою порту достаточно редкое явление учитывая что это мало как мало серийное производство и у самой семьи розыра есть еще они делают еще и тихие вина красные и наверное это больший объем их производство порта это все-таки для них не основной бизнес но тем не менее они в нем раскрывают всю суть виноградники виноградников долине реки дуора и порта это символ португалия определенно правильно тут такую национальность да конечно мы все знаем португальское виноделие именно в первую очередь через порта окей давай посмотрим на цвет возьми салфетку а давай еще про бокалы красивые красивые но это это один из вариантов хороших дежестивных бокалов которые позволяют сосредоточить ароматику грубо говоря завернуть в такую спираль и чтобы она тебе очень уходила вверх но вот этот изгиб во внутрь он позволяет при этом сохранять этанол внутри летучие вещества этилоспирта ароматику сосредоточить по центру и выдавать и здесь это позволяет как бы очень хорошо раскрыть аромат при дегустации да и вообще при употреблении при употреблении тоже очень красиво цвет посмотри мне он очень нравится он немножко фиолетовую такой теплый сливовый а вот он прям хорошая хорошая спелая такая слива южный очень такой теплый цвет ты думаешь слива мне кажется гранат немножко может быть граничный гранатовый цвет но мне фиолетовые оттенки очень хорошие сливовые здорово в любом случае цвет очень приятный располагающий он очень ровный глубокий в нем нет каких-то искажений это здорово отлично давай послушаем его что скажешь пахнет очень хорошо вот спирт вообще не чувствуете алкоголь а пахнет уже почти 19,5 процентов алкоголя в длине но это нормально я не чувствую тут какой-то алкогольный аромат я чувствую здесь гранат какой-то такой фрукт спелый хороший спелый в красный фрукт в том числе и гранат я с тобой согласен но мне еще почему-то кажется черемушка нет вот прям черема хорошая спелая ежевика такой знаешь даже не ежевика ежевичный пирог такие темные насыщенные да такие концентрированные оттенки черных красных ягод но вот какие-то смородиновых оттенков нет но гранатовые какие-то гранаты черешня черешня да по оттенок может быть слегка слегка подсушенных травок немножко но прям совсем чуть-чуть очень пикантно добавлены в эти черные плоды ну вот трава я тебе не могу сказать что я чувствую но больше какой-то фруктовый аромат причем спелый насыщенный такой вот даже немножко цветочков я уловил каких-то интересных напоминающих цветы яблока в такие вот даже не яблоко а вот как кожура спелого красного яблока выпила нюхаешь вот такой прекрасный аромат совершенно он ровный не нас нет не агрессивный очень приятно давай пробовать давай обволакивающий ну да все такое очень согревает очень очень подкупающий да и вот и пряная нотка она во рту именно открывается появляется чуть-чуть перчика больше сухой травки хороший сладкий танин и чувствуется что действительно весь не так много сахара очень приятный хотя если честно когда я увидела порта я подумал что сейчас будет крепкий такой мужской какой-то напиток который мне будет очень сложно оценить на самом деле он очень приятный мне кажется вот сладковатый даже вот да конечно сладкий 80 грамм сахара да 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 то есть конечно полусухое тут совершенно не скажешь да это по отношению к стандартному порту это полусухой медиум драйв да 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 окей такое приятное я бы сказала как под какой-то десерт десерт да десерт вопросов нет какой десерт знаешь она мне кажется очень плотновато для допустим какой-то пищи плотной как вторые блюда или еще что-то то есть она довольно плотная тяжело пойдет все-таки предыдущие вино больше наверно подходит под еду да хорошо как какой десерт и выберешь под такой вот десерт да возможно какой-то легкий пирог с мороженым есть такие мороженым да 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 я бы с мороженым смешала хорошо мне кажется ну отлично вообще порта всегда рекомендуется сочетать шоколадом но я вот сейчас не скажу что это что для шоколада порта для порта шишек вот для порта спорт для шоколада должен быть все-таки тони в большей степени порта не руби но для меня сыр с голубой плесенью нам бы ван если конечно вы будете в португалии в испании купить обязательно если вы там кобрались это такой прям один из самых выдающихся по вонючести сыров который нереально вкусен вот но в принципе сыр с голубой плесенью отлично не совсем десерт почему сыр это более чем беседа именно сыр с багетом или с поджаренным тостом сыр с голубой плесенью немножко меда и какой-нибудь микс из орехов и сухофруктов вот просто в прикуску спорта это будет очень здорово класс печенье с миндалем и розмарин возможно печенье есть я забыл я же делал такое чумовое печенье с тимьяном потом расскажем рецепт печенье песочное печенье с тимьяном просто будет а теперь мы плавно переходим на кухню от села окей давайте попробуем поставить оценку этому вино стоит она как ты думаешь сколько стоит бутылка я думаю что она не сильно дорогая думаю на пределах тысяч рублей спорить цена этого партнер на самом деле несколько выше на сразу понимать что конечно в среднем бутылка порта руби white или то не базовая стоит где-то 1000 1100 рублей но когда мы говорим о таких вещах каким-то то инфантада или любая другая кинта там всегда чуть-чуть будет дороже потому что это всегда индивидуальный стиль больше харизмы меньший объем производства и так далее цена бутылки 1300 рублей 1400 рублей на полке за руби порт вот но вот исходя из этой цены сколько поставишь ты знаешь очень приятно удивил очень приятно сколько портвинов на свою пробку вообще пару раз ноги пару портвинов и чем в жизни и для меня вот такая дегустация вообще сервы поэтому я бы поставила наверное 75 70 какой-то в этом плане неопытности но очень приятно я думаю ты поставишь оценку выше потому что ты конечно более такой да я большой фанат портвейна я уже я уже в прошлый раз об этом говорил я фанат порту и я могу точно сказать что по своим характеристикам по своей харизме ароматике и сложности этот порта несмотря на то что всего лишь руби и не самый дешевый совершенно спокойно можно ему поставить 90 баллов это действительно уникальный продукт классе руби вот такая оценка за этот порта чем дальше давай зима на дворе почти весна уже у нас еще неделю будет жуткие морозы выпуска весной выйдет вторник года это еще зима давай давай отбивочку спасибо что были сегодня с нами лена спасибо что пригласил новым порта тебя какая прелесть спасибо что были на канале jigger drink продолжать смотреть наши обзоры и пейте портвейн пока не на 100 хорошее вино хороший алкоголь портвейн все что угодно и смотрите канал jigger drink ура